Приветствую вас, Сергей, смотрите, какая штука. Вы сразу же делаете не совсем верный заход, говоря о том, что вы расстались с бывшей женой своей, потому что она нашла вам замену в лице другого мужчины. Это принципиально ошибочная позиция, потому что она не нашла замену. Изначально у вас, изначально, изначально у вас имели место быть проблемы. И, изначально у вас были какие-то сложности с супругой вашей. Вследствие чего уже она нашла себе другого мужчину, который дал ей то, что вы дать не могли. Ну, по её мнению, по её мнению, по её, по её взглядам. Вот. Дальше. Значит, нужно разбираться, из-за чего конкретно вы начали друг от друга отдаляться, и почему так. То есть, вот, ну, в этом направлении, в направлении вам нужно двигаться там. Дальше. Значит. Вы пишите, что с ней уехали, уехали и наши трое дочерей. И вот здесь мне не совсем понятно, они, почему уехали. То есть, ну, вы, условно говоря, ставили вместе с женой их перед выбором, да? То есть, спрашивали ли вы их, чего хотят они? Если да, то как, если нет, то нет статус. Это такой важный момент, на самом деле, здесь. Поэтому, я думаю, что, не совсем здесь ясна эта история, но, дальнейший момент, дальнейший аспект, который вы озвучиваете, связанный с тем, что, ну, вот, связанный с тем, допустим, что, она не разрешает, дочерям видеться с вами, это незаконно. Это незаконно, потому что вы имеете полное право это сделать, вы имеете полное право видеться с дочерями, с дочерями вам нужно, если она не разрешает, право суд на нее. Вот. То есть, как отец, вы имеете право с ней взаимодействовать. Дальше. Следующий момент, следующая история касается того, что вы потеряли работу. Я так думаю, что произошло это не случайно, то есть, не на равном месте. Я так думаю, что это случилось, потому что на вас так повлияло, повлияло расставание. Опять же, непонятно, развелись вы, или нет, вышла она замуж, или нет. Ну, это другого мужчину, я имею ввиду, ввиду. Вот. То есть, это все тоже нужно исследовать. Вот. Ну, а то, что касается, как бы, того, что у них есть лучшие бабы, чем вы, то это, конечно, явные проблемы с самооценкой. Вот. Что может быть связано с потерей работы. Вот. Что, в свою очередь, может быть связано с влиянием на вас развода. Вот. А вот такая вот история. Значит, я предлагаю так. Что касается тупика, то существует так называемая психологическая игра, которая называется тупик. Вы можете почитать про нее в интернете. Вот. Значит, чтобы вам лучше иметь представление о том, что происходит. Ну, и, соответственно, к этой игре нужно вырабатывать антитезис и, соответственно, менять поведение. Вполне возможно, что вся ваша жизнь была такой, знаете, подводкой к этому самому тупику. Ну, как правило, это так и бывает. Вот. А вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. То есть, я могу вам, ну, в качестве обратной связи, дать на данный момент. Вот. Такая вот, такая вот история. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете написать мне в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.